Всем привет и добро пожаловать на канал BibiTakiDolls. Сегодня я приглашаю вас на купольное чаепитие. Давайте поговорим про разных персонажей из линейки Fashion Royalty от Integrity Toys. И я хочу начать с персонажа Адель Македа. Два первых персонажа, которые вообще появились в линейке Fashion Royalty, с которых началась эта линейка, это Адель Македа и Вероника Перин. И начнем с Адель Македа. И сегодня посмотрим на всех кукол, которые выходили с 2001 года. Вообще, кто такая по легенде Адель Македа? Это топ-модель и светская львица, но все не так просто. В детстве Адель была очень неловкой, неуверенной в себе, но выросла в прекрасную девушку. Вырастил ее отец-одиночка, так как мать Адель умерла. И в подростковом возрасте отец-дипломат одной из африканских стран забрал ее с собой. И она участвовала в разных официальных мероприятиях и помогала ему. И в итоге Адель подросла и вернулась в Париж. И там встретилась со своей старой подругой Вероникой Перин, с которой они вместе учились в школе Мадемуазель Джолин. И выяснилось, что Вероника Перин основала косметическую компанию W Cosmetic. И у нее есть модель Керри Сато. И с этой моделью все не очень хорошо сложилось. Она плохо себя вела. И поэтому Веронике нужна новая модель. И она предлагает эту работу Адель. И так Адель становится топ-моделью. Отцу сначала эта работа не очень понравилась, но потом он увидел, что Адель счастлива и решил, что все хорошо. И по легенде Вероника Перин и Адель Македа это лучшие подруги. Их враг это Керри Сато. Но об этом персонаже мы поговорим позже, когда этот персонаж вообще выйдет. Это будет чуть позже, через несколько лет. И до нее мы тоже доберемся. Но это будет уже в следующих выпусках, когда мы поговорим про Керри Сато отдельно. И первая кукла Адель Македа вышла в 2001-2002 годах. Сказать точно, в каком из них невозможно. Потому что во всех презентациях так и пишется, что дата выхода 2001-2002. Коллекция называлась Premier Collection. То есть первая коллекция. И кукла была в нижнем белье, в корсете, в трусиках и в халатике. У этой куклы еще самый первый молд лица. Он немножко странный, но на разных куклах он выглядит по-разному. И иногда мне очень сильно нравится. Но про первую куклу я все-таки так сказать не могу. В первой кукле меня еще смущает тело, потому что это было самое-самое первое тело в фэшн-ройалти. Оно немножко похоже на тело куклы Барби. Называется это тело фэшн-ройалти 1. FR 1. Скинтон у куклы был FR Black. И это кукла-брюнетка. Наряд у куклы в черных цветах и макияж нюдовый. Мне очень нравится родинка на щечке и ее пухлые губки. Вообще первый молд отель мне очень напоминает Наоми Кэмпбелл. Аксессуары у куклы довольно простые. Это туфли с собой и сережки-гвоздики. Тираж у куклы был тысяча штук на мир. И ее стоимость на тот момент была 30 долларов. Конечно, это связано с тем, что это первые куклы. Часто можно услышать, что вот раньше куклы Integrity Toys были намного дешевле. Мы сегодня увидим, что это не совсем так. Цены на куклу были разные. И да, первая кукла была за 30 долларов. Вообще, когда я готовилась к этому видео, я искала разные фотографии этих кукол. Потому что первые куклы были еще не так хорошо отфотографированы, как это делает сейчас Integrity Toys. То есть не было такого количества промо-фотографий. И пришлось искать разные другие фотографии в интернете. И в основном это фотографии с eBay. И меня очень удивило, что до сих пор можно купить этих кукол и не за какие-то астрономические деньги. И зачастую они стоят дешевле, чем куклы прошлых пары-тройки лет. Конечно, состояние этих кукол не всегда хорошее. Связано это с материалами, из которых были сделаны эти куклы, с телом. И у них часто появляется разнотон. И меняется цвет пластика, резины. Еще одна кукла вышла в этом же году. И называлась она Suited Luxury. Скин-тон у куклы точно такой же FR Black. Она на том же теле FR 1. Но волосы у этой куклы уже чуть посветлее, а не коричневого оттенка. Тираж этой куклы был тысячу штук на мир. И стоила она уже 55 долларов. И линейка все еще Premier Collection. Интересная кукла в черном костюме, строгом. Мне очень нравится покрой жакета. На ручках у нее черные перчатки. Тогда их еще делали в форме варежек. И у нее интересные аксессуары. Шляпка с вуалью. Черная сумочка Clutch. И на ножках туфельки с завязками. Интересные сережки с жемчужинками черными. И на руке есть браслет. На щечке у этой куклы тоже есть родинка. И вот у нее уже макияж такой действительно из двухтысячных. То есть это губы, обведенные темным контуром и более светлые блестящие губы. Да, такой макияж действительно был очень популярен в начале двухтысячных. Волосы собраны в высокую прическу и завиты в какую-то гульку. И они темно-темно-коричневого цвета. В 2003 году вышли еще две Адель Македо. Коллекция называлась Mouth Absolute. Сама кукла называлась Exotica Адель Македо. Это все тот же Молд Первый. То есть пока еще других мы не видели. Тип тела FR1. Тираж куклы 1000 штук на мир. И стоила она 30 долларов. Скинтон у куклы FR Black. И эта кукла в зелено-бронзовом купальнике. И в руках она держит белую объемную сумку. На ножках у куклы туфельки Sabo. И здесь мы видим уже солнечные очки. Мне очень нравятся волосы этой куклы. Ее кудри и цвет волос медово-пшеничный. На губах у куклы темно-бежевая помада. И макияж глаз в сдержанных тонах. Из украшения у куклы на руке золотистый браслет. И на поясе цепочка. И еще одна кукла, которая вышла в том же году. Из той же коллекции. Называется Purple Factor. Скинтон у куклы FR Black. И ее тираж был чуть поменьше. 800 штук на мир. И стоила она 55 долларов. Это красивая кукла в вечернем образе. У нее сиреневое платье из атласных тканей. В ногах сиреневые туфли-лодочки с черной окантовкой. И в комплекте с ней есть меховая накидка. На руке у куклы браслет. А в ушках серьги с камушком. И еще у этой куклы была сумка Clutch. Тоже в таком же сиреневом цвете, как и платье. Макияж тоже выполнен в сиреневых оттенках. И тени на глазах, и помада. Прическа у куклы вечерняя. С пробором на боку. И с гулькой на затылке. В 2004 году вышло сразу 6 кукол Адель Македа. Коллекция называлась Sheer Perfection. И первая кукла Luminescence. Это моя любимейшая кукла из первых кукол Адель Македа. Скиндон у нее EFR Black. И оттенок волос называется Темный мед. Кукла вышла тиражом 1200 штук на мир. И стоила 40 долларов. И мне очень нравится прическа этой куклы. Она сделана довольно сложно. Мне нравится ее макияж. И, конечно, мне очень нравится этот купальник с валанчиками и с ремешком. На ножках у куклы с собой коричневого цвета. В комплекте с куклой есть солнцезащитные очки в золотой оправе. В ушках у нее аккуратные сережки с камушками. А в руках она держит сумку с леопардным плентом и из коричневых ремешков. Следующая кукла называлась Мисс Роял Тинни. Ее тираж всего 60 штук на мир. Связано это с тем, что это был выпуск для конвенции. Это была подарочная кукла для членов этой самой конвенции. Конечно, тогда конвенции были еще совсем маленькими. И поэтому тираж такой-то уже маленький. Скиндон куклы EFR Black и волосы черного цвета. Лично мне образ этой куклы не очень нравится. Мне кажется, он каким-то незавершенным. И, честно говоря, эта шляпка меня очень сильно смущает. Шляпка с фуалью. На кукле розовый атласный топ и черная юбка. На ножках у нее черные сетчатые колготки и светло-бежевые туфли. Что меня тоже смущает сочетание темных колготок и светлых туфель. На шее у нее объемное ожерелье и небольшие сережки в ушках. Но самое интересное в кукле Miss Royal Teeny это то, что у нее другой молд. Это уже молд Adele Makeda 2.0. То есть новенький молд. Мы очень часто видим сейчас куклу именно на молде 2.0. Следующая кукла из коллекции Graphic Flirtation называлась Graphic Language. Она тоже на молде Adele 2.0. Вообще, молд Adele 2.0 мне нравится больше, чем первый и больше, чем третий. Зайдем немножко вперед. И эта версия мне напоминает уже Бьенце. В скинтону новенькой куклы FR Black волосы распущены длинные черного цвета. Тираж этой куклы был тысячу штук на мир и стоила на 60 долларов. Мне кажется, что костюм у этой куклы немножко странный, потому что она в колготках, туфлях и свитере. И это вязанный розовый свитер с ромбами. И, кстати, если вы тоже хотите связать что-либо для своих кукол, то можете приобрести мой журнал Vibiteki Magazine. Сейчас в продаже есть весенний номер. Он посвящен вязанию для кукол. И в нем вы найдете 10 моделей одежды для кукол Integrity Toys и Buffy. Журнал доступен в электронном виде. И вы можете оплатить его как в рублях, так и в долларах. Он стоит 750 рублей или 10 долларов. И внизу в описании я оставлю ссылки о том, как приобрести этот журнал. Вообще, вы можете написать мне в любой моей соцсети. Все ссылки внизу в описании. И спросить про этот журнал. И я вам обязательно отвечу. На лицо этой куклы мне смотреть уже более привычно. Это та Адель, которую я очень сильно люблю. С ее открытым ротиком, пухлыми бубками. И вообще, вторая версия Молдов, она более очеловеченная, менее кукольная. Чем первые модели мы увидим это в разных куклах, не только в Адель. На руке у куклы есть розовый, пластиковый, объемный браслет. Он мне очень нравится. Но больше всего в этом выпуске мне, конечно, нравится ее сумочка. Это розовый круглый саквояж. Следующая кукла, которая вышла в 2004 году, из коллекции путешествий. И называлась она Виа Винетто. И эта кукла на первом молде Адель Македо. Скинтон FR Black. Волосы у куклы собраны, и они черного цвета. Тираж 900 штук на мир. И стоила такая кукла 70 долларов. Тип тела у кукол все еще FR 1. Кукла в красивом темно-синем костюме. На ручках у нее короткие белые перчатки. На голове сиреневая повязка на волосы. На ножках есть светлые колготки и туфельки белые. Макияж глаз выполнен в коричневых тонах, а помада красная. И в ушах у нее сережки из белых, вообще-то бисеринок, мне кажется. Также на шее есть объемное колье из золотой цепочки и тоже белых бисеринок. И в таком же стиле браслет на руке. И в комплекте с этой куклой был небольшой багаж. Следующая кукла была эксклюзивом для кукольной конвенции. Коллекция называлась Sheer Perfection. И сама кукла Flower is Glow. Это тоже Адель на первом своем молде. Скинтон FR Black и темно-шоколадные волосы, собранный в хвост. Тираж у этой куклы тоже небольшой, 300 штук на мир. И стоила она 125 долларов. Уже такая цена, к которой мы, в общем-то, привыкли. Мы уже приближаемся. И эта кукла точно собралась в путешествие, потому что в комплекте с ней огромное количество чемоданов. Она в костюме бежевых тонов. На шее у куклы золотистая цепочка в несколько ярусов. Также у нее есть солнечные очки. Макияж глаз в коричневых тонах и темно-коричневая помада. И кукла эта выпускалась в двух вариантах. Второй вариант — это блондинка. И он уже был с тиражом 800 штук на мир. Стоила такая кукла 70 долларов. У нее была немножко другая комплектация. То есть она была уже без такого обилия чемоданов. Но все равно разные саквояжики у нее были в комплекте. Сейчас, конечно, странно видеть, что за один год выходило такое количество Адель Македы. Сейчас сложно себе представить. Но это показывает нам, как развивалась компания Integrity Toys. И как развивалась линейка Fashion Royalty. Вспомним, что изначально в этой линейке было всего два персонажа. Адель и Вероника. И новые персонажи появлялись постепенно, с годами. И сейчас, конечно, за год выпускаются куклы разных линейк, с разными молдами. Но тогда линейка была одна. И персонажей в ней было изначально двое. И с годами будет меньше одинаковых персонажей. Просто потому, что появляются новые. В 2005 году выходят четыре куклы Адель Македы. Первая коллекция называлась Royaltyni. И кукла Something Sexy. Это кукла с молдом Адель 2.0. И она на новом теле. Это тело называется FRA. На первом типе тела руки у куклы не имели точек артикуляции. И ее тазобедренные суставы могли двигаться только назад и вперед. В следующем типе тела появилось довольно много точек артикуляции. В запястье, в локтях, в плечах, под грудью, в талии, в коленях. И поменялись суставы в бедрах. То есть теперь они смогли крутиться. Но вернемся к нашей Адель. Итак, она на молде Адель 2.0. И с новеньким телом FRA. Тираж ее 800 штук на мир. И стоила на 53 доллара. Скинтон у куклы FRA Black. И у нее прелестнейшая прическа с завитком. Такая пышненькая. Волосы черного цвета. Кукла выполнена в розово-голубых тонах. У нее голубые тени на веках. Розовые губки. И аутфит тоже розово-голубой. Это яркая голубая вязаная кофта с розовым бантиком. Розовые шортики. И из аксессуаров у нее солнечные очки в голубой оправе. И маленькие сережки-жемчужинки. На ножках у куклы туфельки Сабо. Следующая коллекция называлась Exotic Fusion. И кукла Bombshell Адель Македа. Это тоже кукла с лицом Адель 2.0. И типом тела FRA. Скинтон FRA Black. И это длинноволосая блондинка. Честно говоря, мне кажется, что челка этой кукли не очень идет. И эта кукла в белом купальнике. В комплекте с ней желто-зеленая сумка. Очки солнечные в золотистой оправе. И объемные серьги-кольца с золотыми подвесками. Макияж у куклы довольно яркий. Он в фиолетовых оттенках и с красно-коралловой губной помадой. Тираж этой куклы был 800 штук на мир. И стоила она 500 долларов. Еще одна кукла 2005 года. Из коллекции Агент Провокатор. Называлась она Badages. Скульпт Adele 2.0. И тип тела FRA. Скинтон у куклы FRA Black. Тираж ее 800 штук на мир. И стоила она 80 долларов. И это кудрявая рыжуля. Макияж глаз выполнен в красноватых оттенках. И красная помада на губах. Это кукла в нижнем белье. В красивом голубом корсете с подвязками и небелыми чулочками. И с голубым пенюаром. В ушках у куклы золотистые сережки с камушками. А на ножках голубые атласные туфельки с обо. Еще одна кукла 2005 года из коллекции Black Lacker. Называлась она Lastros Silhouette. Скульпт Adele 2.0. И тип тела FRA. Скинтон FRA Black. Тираж этой куклы был 500 штук на мир. И стоила она 130 долларов. И лично мне эта кукла не очень нравится. Она в зеленом платье с вышивкой. Длинное платье в пол. И меховая накидка. Волосы рыжего цвета и собраны в высокий хвост. В ушках у нее золотистые сережки-бисюльки с зелеными бисеринками. Яркий вечерний макияж. Макияж глаз выполнен в серых тонах. И сливовая помада. Доступил 2006 год. И в этом году в Integrity Toys вышло 3 куклы Adele Makeda. И эта кукла на новом типе тела. Это тело уже называется FR Toe. Тело стало чуть выше. За счет того, что удлинили ноги. Ножки и ручки стали более человеческими. Не такими кукольными. Поменялись шарниры в коленях и в локтях. А плечевой шарнир убрали. И кукла Miami Basic вышла как раз на этом новом типе тела. Скульпт у нее Adele 2.0. Skin Tone FR Black. Тираж 850 штук на мир. И стоила такая кукла 55 долларов. У нее длинные кудрявые волосы коричневого цвета. И это пляжная кукла. Она в бежевом купальнике с шортиками. На ткани изображены графические линии. На шее у нее надеты бусы из красных кораллов. Макияж глаз в золотисто-коричневых оттенках. И на губах сливовая помада. На ножках светлые туфли на танкетках и с атласными завязками. Также в комплекте у этой куклы были солнечные очки, еще одно ожерелье уже золотистое и небольшие сережки. Далее вышла коллекция, которая называлась Modern Pompadour. И это кукла Urban Antoinette. Скульпт Adele 2.0. Skin Tone FR Black. И тип тела FR Toll. Тираж куклы 1300 штук на мир. И стоила она 70 долларов. Это интересная коллекция, так как она была сделана паричковой. То есть вообще эта куколка лысенькая, с нарисованными молдированными волосами. И на нее можно было надевать паричок. Парик шел в комплекте. Кукла вдохновлена эпохой Марии Антуанетты. И она в черно-белом полосатом корсете. На ножках у нее черные сетчатые колготки и лаковые сапожки. Ниже колен. И на шее черный чокер. Еще одна Adele из этой же коллекции называлась Style Renaissance. Скульпт у нее Adele 2.0. Skin Tone FR Black. Тип тела FR Toll. Тираж куклы 1000 штук на мир. И стоила 100 долларов. Эта кукла с интересной прической, с закрученной в такую гульку на лбу и волосы красного цвета. У нее строгое стилизованное платье серого цвета с черным корсетом и белой рубашкой с валанами. В руках она держит черную коричневую сумку. На ножках у нее черные сетчатые колготки и черные туфельки. В ушках сережки с белыми жемчужинками. Наступил 2007 год и вышло еще три куклы Adele Македо. Первая называлась Style du Joule. И ее тираж 1200 штук на мир стоила на 79 долларов. Это Adele на втором своем молде с типом тела FR Toll. И появился, наконец, новый скин-тон у кукол Adele Македо. И это скин-тон Latina. И эта кукла мне тоже очень нравится. Мне нравится ее прическа в стиле Мерлин Монро. Светлые кудряшки короткие. Коктейльное платье Бюстье в золотистых тонах. На шее у нее золотистая цепочка. И макияж довольно яркий. Я не могу, к сожалению, разобрать цветов, теней. Но их там много. Есть и красноватые, и сероватые. И темно-красная помада. Туфельки у этой куклы с леопардовым принтом. Коллекция Культ Кутюр. Adele называлась Glamour to Go. Тираж ее был 1000 штук на мир. И стоила она 70 долларов. Скульпт Adele 2.0. И тип тела FR Toll. Скин-тон FR Black. И, конечно, это яркая кукла. Но меня все еще смущает челка у Adele Makeda. У нее красивого медового, пшеничного цвета волосы длинные, прямые. Макияж в красных тонах. И сам аутфит тоже красный. Это кружевное нижнее белье и атласный халатик. На ножках у куклы туфли на завязках. Еще одна кукла 2007 года, Культ Кутюр, называлась Tolkien Drama. Тираж ее 500 штук на мир. И стоила она 150 долларов. Скульпт Adele 2.0. И тип тела FR Toll. Скин-тон FR Black. Это очень красивая кукла. В вальном белом платье с черными акцентами. Волосы у куклы длинные, черные. И в прическе цветочный венок. У нее очень нежный нюдовый макияж с бежевой помадой, которая практически сливается с ее оттенком кожи. И мне кажется, это очень нежная, очень красивая Adele. И такой образ Adele очень идет. Кроме венка у куклы были еще сережки тоже с цветочными узорами. И браслет. В 2008 году вышло две куклы Adele Македа. Коллекция The Haste. И называлась она The Muse. Тираж куклы 400 штук на мир. И стоила она 100 долларов. Это была коллекция для конвенции. И с этим связан маленький тираж. Скин-тон называется Dark A. Молт Adele 2.0. И тип тела Эфертол. Это кукла в красном строгом костюме с черной меховой накидкой. У нее яркий макияж глаз в сиреневых оттенках с золотом. И темно-коричневая помада на губах. А еще мне нравится ее прическа ежик. И волосы черные. Костюм украшен золотой брошкой. Также у нее в комплекте были красные длинные перчатки. Небольшая бордовая сумочка. И красно-черные туфли. Цвет меховой накидки черно-красный. И в ушках золотые сережки с красным камушком. Еще одна коллекция 2008 года называлась Vaglamorous. И эта Adele называлась Gold Stroke. Тираж ее 1200 штук на мир и стоимость 79 долларов. Это кукла со скульптом Adele 2.0. Скинтон называется A.A. И тип тела Fr.Toll. Эта кукла с темно-коричневыми волосами, собранными в высокий хвост. Она в золотом корсете. Макияж глаз в коричневых тонах. И помада сливового цвета. В ушках у нее небольшие сережки с камушком. На руке есть золотистый браслет. А на ножках золотистые ботильоны. В 2009 году Adele Макета сделала перерыв и вернулась в 2010. Первая кукла из коллекции Dark Romance. И называлась она Scarlet Woman. Это конвенционная кукла с тиражом 350 штук на мир. И стоила она 90 долларов. Скульпт Adele 2.0. Тело Fr.Toll. Скинтон Fr.Black. Волосы черного цвета с начесом, собранный в хвост. Волосы длинные и с небольшим завитком. Интересное красное атласное платье с черным блестящим акцентом. На ножках у куклы черные туфли на золотой подошве. И из украшений черные длинные серьги и браслет. Еще одна Adele Soul Deep из коллекции The Dazzle Collection. Тираж этой куклы 500 штук на мир. И стоила она 79 долларов. Скульпт Adele 2.0. И тип тела Fr.Toll. Скинтон называется Latina. Это кукла с пышной прической. Из мелких кудряшек коричневого цвета. Короткое коктейльное платье в золотых пайетках. И черные босоножки. Макияж у куклы в розово-сиреневых тонах. В 2011 году вышло еще две куклы Adele. И первая это гифт-сет с Adele и Вероникой. Назывался он Wedget Set. Это были конвенционные куклы, поэтому их тираж небольшой. 450 штук на мир. И здесь появился новый скульпт Adele. Adele 3.0. Скинтон у нее был Fr.Black. А тип тела Fr.Toll. Стоил такой гифт-сет 175 долларов. Это за двух кукол. На Веронику мы подробно посмотрим в следующем видео, где будем разбирать всех Вероник с 2001 года. Новый скульпт Adele мне тоже нравится, но я немножко не узнаю в ней Adele. Для меня Adele все-таки это больше скульпт либо первый, либо второй. Третий мне кажется не таким интересным. У этой куклы волосы с начесом коричневого цвета. Завитые в крупной кудре. Она в платье на бретельках с пышной юбкой с леопардовым принтом. Платье украшено поясом из золотистой цепочки. На шее у нее красивое объемное ожерелье. И в ушах есть сережки. Макияж глаз в серо-коричневом оттенке и красная помада. Губки уже закрыты. На ножках у куклы красные босоножки с ремешками. И еще одна коллекция этого New Close Up и называлась Adele High Brow. Тираж куклы 400 штук на мир и стоила она 110 долларов. Здесь уже скульпт Adele 2.0, скинтон FR Black и тептела FR Toll. Эта кукла мне нравится на лицо и у нее спокойный деловой аутфит. Серые брюки со стрелками, сиреневая полупрозрачная блузка без рукавов и солнцезащитные очки в серое таре. Волосы темно-коричневые и собраны в высокий хвост. В ушках у куклы есть сережки. Макияж глаз выполнен в серо-сиреневых тонах и нюдовая помада. Также из аксессуаров у куклы есть браслет. Еще две куклы Adele Makeda вышло в 2012 году. Коллекция называлась Style Directive, а кукла Mind Attitude. И это кукла на новом уже молде Adele 3.0, скинтон FR Black. Тираж ее был 400 штук на мир, а стоимость 110 долларов. Тип тела FR Toll. Это кукла с черными прямыми волосами и она в белом костюме, с такими рюшечками на юбке и дополнена небольшой меховой накидкой. В комплекте с ней розовая сумочка с белыми акцентами и такого же цвета туфли на завязках. Макияж у куклы в розовых тонах, розовые тени и бледно-розовая помада. И у этой куклы довольно много аксессуаров. Золотистые сережки с бантиками, два браслета и кольцо. Тема конвенции в 2012 году называлась Тропикалия. И в этой коллекции тоже не обошлось без Adele. Сделали ее на скульпте 3.0, скинтон FR Black. Тираж ее был 400 штук на мир и стоила она 100 долларов. Тип тела FR Toll. У этой куклы объемная прическа с мелкими кудрями, светло-коричневого цвета и платье в пастельных тонах ниже колена. Макияж глаз выполнен в коричневых тонах, а на губах нюдово-коралловая помада. У этой куклы также довольно много аксессуаров. Это черные босоножки с ремешками, ярко-розовая сумочка Clutch, солнечные очки в белой оправе, два браслета, один золотистый с розочкой и один пластиковый голубого цвета, сережки с желтыми розочками и колье с голубой розой. То есть все тоже в пастельных тонах под цвет ее наряда. В 2013 году Адель вышла на конвенцию и называлась она Папарацци Дарвин. Она снова на скульпте Адель 3.0, скинтон FR Black, тираж 400 штук на мир. И у этой куклы новый тип тела FR 2013. Интересно, что я не нашла информацию о том, чтобы какие-то куклы Адель выпускались на типе тела, которое называлось FR квадрат. Но FR 2013 и FR квадрат очень похожи. Кукольное тело стало более человеческим, изменили сам внешний вид этого тела, изменился шарнир в талии и, конечно, это тело уже нам более привычно. У Адель 2013 года черные волосы собраны в вечернюю прическу. Она в очень интересном топике ярко-розового цвета с драпировкой и черных узких брюков. Мне кажется, не очень удачный макияж для ее молда. Довольно простой и сдержанный макияж глаз и очень светлая розовая помада. Из аксессуаров у нее был ободок с вуалью, босоножки с черными ремешками, золотой браслет и золотистые сережки-гвоздики. Сразу три куклы вышло в 2014 году. Это была кукла для выставки ITBE и называлась она Golden Glam. Они снова вернулись к скульпту Адель 2.0. Скин-тон у этой куклы Латина. Тираж 300 штук на мир и стоила она 75 долларов. Продавалась такая кукла через лотерею. Этот выпуск все еще на теле Эфер Тол. У куклы длинные прямые волосы интересного оттенка, который называется клубничный блонд. Нежный макияж с бледно-розовой помадой. Вот на молде 2.0 мне кажется, что розовая помада Адель идет. Довольно простое коктейльное платье с широким черным поясом и черные босоножки. Следующая коллекция называлась Safari. А сама Адель – Vivid Encounter. Это кукла на третьей версии молда. Скин-тон называется Light Honey и тип тела FR 2013. Кукла с черными волосами, собранными в строгую прическу. Она в вечернем образе. Платье бежево-зеленого цвета с коричневым ремешком. Платье с корсетом и с пышной юбкой, которая чуть короче спереди и со шлейфом сзади и с зеленой подкладкой. На ножках у куклы черные босоножки с ремешками. На шее у нее объемное колье с зелеными камушками. В руках она держит золотой плач. Также из украшений два золотых браслета и сережки-гвоздики. Макияж глаз в коричнево-зеленых оттенках и на губах розовая помада. И еще одна кукла – это Gloss Convention, то есть кукла из конвенции. И она была подарочной на этой конвенции. То есть ее стоимость входила в стоимость билета. Называлась она Adele Le Smoking. Эта кукла на втором своем молде дальше так и будет. То есть второй и первый молд все время будут перемешивать и выпускать то ту куклу, то ту. Для меня это большое счастье, что они не перешли окончательно к третьему молду. Скинтон Dark A-Tone. И тираж ее был 500 штук на мир. Тип тела FR 2013. Это кукла в классическом белом костюме из атласа, брючки со стрелками и белая меховая накидка. Волосы разделены на прямой пробор и собраны в низкий хвост. Волосы черного цвета. Красивый макияж в розово-сиреневых цветах и розовая помада на губах. В ушах у куклы крупные золотые серьги-кольца. Подготовилась к съемкам этого видео, но все равно снимаю его очень долго, потому что каждый раз рассматриваю эти фотографии. Успела даже проголодаться, поэтому меняю свой чай на смузи. У меня есть банана и апельсина. И если вы тоже проголодались, то можно сбегать и что-нибудь перекусить. И мы продолжим. Мы добрались уже до 2015 года. В этом году вышло еще две куколки Адель Македа. И первая называется Таймлесс. Она на скульпте Адель 3.0. Скинтон Dark A-Tone. Тираж ее 700 штук номер. Стоило 135 долларов. Тип тела FR-2013. Скажу еще немного про тела. Дело в том, что тело FR-2013 и FR-квадрат очень похожи. Они практически ничем не отличаются. И на самом деле я долгое время думала, что это одно и то же тело. На самом деле нет. То тело, которое большинство из нас видят, видели и знают. Это все-таки FR-2013, а не FR-квадрат. Но все равно его все называют FR-квадрат. И так оно и повелось. И этот выпуск мне не очень нравится. Она в бальном голубом платье с огромным количеством тюля. Атласный верх без рукавов. И пышная юбка. Черные кудрявые волосы собраны в высокую прическу. Тиние у куклы голубые, а помада розовая. На ножках у куклы серебряные босоножки с ремешками. Также с ней в комплекте серебристый клатч. В ушках у куклы объемные серебряные серьги. Есть крупный серебряный браслет с рельефами. И кольцо с прозрачным камнем. Конвенционные куклы в этом году назывались Cinematic. А Адель Македа называлась Time and Again. Тираж, как у всех конвенционных кукол, небольшой. 450 штук наверх. Стоила она 150 долларов. Эта кукла на молде Адель 3.0. Скинтон называется FR-блэк. И тип тела FR-2013. Эта кукла мне нравится больше. Она напоминает мне Мишель Обаму. У нее красивая прическа. Черные волосы. Недлинные. До плеч. Кудрявые. И пробор сделан сбоку. Она в красивом строгом платье. Черно-белом. Кажется, этот узор называется «Бусинная лапка». Широкий черный пояс с золотыми цепочками. Макияж глаз сдержанный и красно-коралловая водная помада. На ножках у куклы черные босоножки. А украшения с жемчужинками. Сережки, браслет и кольцо. Мне очень нравится Адель 2016 года. Это тоже одна из моих любимейших кукол. Она тоже выходила на конвенцию. Конвенция называлась Supermodel. А сама Адель гламазон. Тираж ее 500 штук на мир. И она сделана на моем любимом молде Адель 2.0. Скинтон FR Black. Тип тела FR 2013. Это кукла в очень красивом нежно-розовом платье с черной подкладкой. На ножках у нее черные колготки и розовые туфли в цвет платья. Мне нравится ее прическа. Это свободные локоны черного цвета. Макияж довольно сдержанный. На веках серые тени и нюдовая помада. Украшение это объемное колье на шее, серебристый браслет и небольшие сережки. Мне очень нравится лицо этой куклы, ее прическа и ее платье. В 2017 году вышло сразу три куклы Адель. И первая называлась La Femme Collection. Тираж этой куклы 725 штук на мир и ее стоимость 145 долларов. И дизайнером этой куклы стал Джейси Айла. Кукла на втором молде, ее скинтон FR Black и это новый тип тела FR 6.0. Это тот тип тела, с которым сейчас выходят все куклы Integrity Toys из линейки Fashion Royalty. Они очень похожи с телом FR 2013 FR квадрат. Отличие в том, что убрали шарнир в талии. И еще один момент, который отличает две последние версии тел. То есть FR 2013 и FR 6.0 это тела, которые можно разобрать. То есть если у вас повредилась какая-то часть, то вы можете ее заменить. Adelie La Femme это кукла с очень красиво уложенной прической. Макияж глаз в серых тонах, красная помада. мне нравится ее аутфит. Это красный костюм с жилеткой, брюками, со стрелками и накидкой. На ручках у нее черные кожаные перчатки. Перчатки сделаны в виде варежек. Образ дополнен черной шляпой с довольно широкими полями. На голову также порязана косынка с леопардовым принтом в серо-красных цветах. Туфли у куклы красно-черного цвета с ремешками, серый клатч, серебряное колье с красными камнями, сережки-гвоздики тоже с красными камушками и кольцо с большим красным камнем. Еще одна кукла вышла в конвенцию 2017 года, которая была посвящена сказкам. Называлась она Fashion Fairytale и вышла Адель Македа просто в гламуре. Тираж ее 420 штук на мель, цена 150 долларов. Кукла на скульпте Адель 2.0 скинтон FR Black и тип тела FR 6.0 И это действительно настоящая снежная королева в пышном белом платье. И все платье покрыто мелкими мелкими белыми пайетками. Волосы у куклы белые, прямые, зачесаны назад. У нее серые брови и серые тени на глазах. На губах нюдовая помада. На шее объемное серебристое колье. В ушках серебристые длинные сережки. И также есть серебряный браслет на руке. И очень интересная кукла вышла в этом году для членов клуба. И точнее это в общем-то три куклы. То есть в комплекте было одно тело и три разные головы. И все головы на разном скульпте. То есть была Адель 1.0 2.0 и 3.0 Скинтон называется Эйтон. Тираж 1180 штук на ней и стоила на 200 долларов. Дизайнер Джейси Айлайн. У этой куклы два аутфита. Первое это черно-белое платье с асимметричным низом. А второе это розовое платье со шлейфом и с очень высоким разрезом. Розовое платье мне нравится намного больше. Три пары убиви это высокие черные сапоги розовые туфли и черные туфли. Украшение золотистые два комплекта сережек два браслета и кольцо. Также у этой куклы есть черное нижнее белье. И это Адель на своем первом молде с очень короткой прической волосы черного цвета темный макияж глаз и сливовая помада. Адель на втором молде уже с длинными волосами сверло-пшеничного цвета с легким завитком. Макияж более нежный и розовая помада. И третий скульпт это Адель с длинными волосами в мелкую кудряшку легкий серый макияж глаз и ярко-розовая помада. И в этом исполнении третий молд мне очень нравится. Но все-таки из этих трех любимый у меня второй. Еще две куклы вышло в 2018 году. Первая из коллекции будуар называется Doll Face. Она на скульпте 2.0. Скинтон называется Sun Kissed. Тираж 615 штук на мир и стоила на 125 долларов. Дизайнер Джейси Айла. И эта кукла есть у меня в коллекции. К сожалению, на тот момент, когда я ее покупала, я еще не вела канал на ютубе и распаковок кукол еще не делала. Но с этой куклой у меня есть и другие видео, где я ее показывала. И также в моем инстаграме вы можете посмотреть очень много фотографий с этой куклой. Эта кукла в красивом розовом нижнем белье из кружевной ткани. У нее белые волосы с крупными кудрями, зачесанными на бок, серо-розовый макияж глаз и розовая помада на губах. У нее красивые украшения с розовыми камушками из серебряного металла. Это длинные объемные сережки, кольцо и браслет. Также у этой куклы в комплекте есть мундштук с сигаретой. На ножках у нее кожаные розовые туфельки. Я очень люблю эту куклу, очень рада, что она есть в моей коллекции и с нее началась вообще моя любовь к Адельу Македо. Еще одна кукла этого года была конвенционной от Джейсона Ву. Тема коллекции Luxe Life кукла называлась Walking on Gold. Это Адель на втором скульпте. Скинтон Сан Кисер. Тираж 450 штук на мир. И стоила она 150 долларов. Тип тела FR 6.0 Это кукла в довольно странном, на мой взгляд, аутфите. В золотом жакете, объемной шарообразной юбке и золотых сапожках. Мне очень нравится ее лицо, ее макияж. в розовых тонах с розовой помадой и тенями. Волосы черные собраны в высокий хвост. и мне очень нравится аксессуар у этой куклы. У нее объемное золотистое колье и такие же сережки. Конвенционную куклу 2019 создавал Джесси Айла и называлась Ана Спринг Романс. Это Адель на втором молде. Скинтон называется Дарк Эйтон. Тираж ее 700 штук на мир и стоила на 160 долларов. Тептело FR6.0. И мне очень нравится аутфит у этой куклы и вообще сама эта кукла. Она с очень короткой прической, волосы черные, макияж лица довольно яркий в розовых тонах. Очень красивый аутфит, объемная блузка бирюзового цвета с валанами и светлые брюки. На ножках у куклы розовые босоножки. Также из аксессуаров есть белая шляпа с вуалью, очень красивая плетенная сумка и бирюзовые сережки и кольцо. Также в 2019 году вышла коллекция Райтера Футур и Адель Македа в этой коллекции называлась New Look. Это Адель на втором скульпте лица скинтон Nubian тираж 900 штук на мир 160 долларов тип тела FR6.0 и дизайнером стал Джесси Айла. Эта кукла мне не очень нравится, хотя у нее интересный образ в стиле Диор, жакет в стиле Диор и пышная юбка из тюля. Все в светлых тонах, белый, серый, голубой. В сочетании с ее очень темным скинтоном выглядит очень красиво. Мне не очень нравится ее прическа, но она в тематике конвенции. Волосы черного цвета собраны в высокую прическу и завиты большой, крупной кудряшкой на лбу. Довольно сдержанный макияж и интересные аксессуары. У этой куклы очень футуристичная сумка клатч, серебристые босоножки, очки в серебряное оправе, колье в виде каких-то кабелей, сережки, кольцо и дополнительные ручки серебряного цвета с синим маникюром и украшения на пальчике тоже серебряного цвета с синим маникюром. В 2020 году вышла Адель Македа к конвенции и заказ ее был по скетчу, то есть вы не видели как будет выглядеть кукла на самом деле, вы видели только скетч и если заказывали эту куклу, то могли посмотреть на конвенцию, но не купить на ней что-либо. И эту куклу я заказывала и у меня на канале есть обзор на нее. Ссылка на этот обзор появится сверху и будет продублирована еще внизу в описании. Это была кукла к юбилейной конвенции и выходили две куклы это Адель и Вероника, то есть как первые персонажи фэшн-ройалти. Эта Адель сделана на скульпте 2.0 скинтон FR Black, тираж ее 1069 штук и стоила на 160 долларов. Типтела FR 6.0 называлась кукла Petitrop Classic. Кукла в очень красивом белом платье, украшенном бантом в черный горох с высоким разрезом до бедра. У нее золотистые туфли с розовыми ремешками, в руках небольшая сиреневая сумочка, из украшения у нее жемчужный браслет и сережки. Также были дополнительные ручки с короткими белыми перчатками. И у куклы темные волосы собраны в высокую прическу. Макияж у нее довольно сдержанный, макияж глаз сделан в таких серо-розовых тонах и нудовая помада на губах. И лично мне эта кукла очень нравится. И также на конвенции показывали еще одну куклу, это была кукла без одежды, можно было отдельно купить набор одежды. Называлась она Flowerless Beauty. И эта кукла на первом своем молде Adel 1.0 Skin Tone называется Eytone. Тираж ее 400 штук на мель и стоил на 60 долларов. Дизайнером стал Bon Soyers. Сейчас уже очень непривычно смотреть на этот молд и кажется немножко криповенько, но да, это действительно самый первый молд Adel Makeda. Тени у нее в сиренево-коралловых тонах и нюдовая помада. И еще одна Adel вышла от Джейсона Ву. Она тоже на скульпте 2.0. Skin Tone FR Black 450 штук на мель и 175 долларов. Тип тела FR 6.0. Эта кукла в черном вечернем кружевном платье силуэта русалка. Также она дополнена черной накидкой из тюля с большим бантом. И из аксессуаров у нее кружевная маска, черные туфли и черные серьги-гвоздики. Черные волосы собраны в узел на затылке, серый макияж глаз и розовые губки. В 2021 году нам показали Adel из коллекции New Fantasy. Называлась она Coven Couture Dealing Beauty. Тираж 1500 штук на мир. Стоила такая кукла 199 долларов. Продавалась через лотерею. Она на теле FR6.0 и скульпт Adel 3.0. Эта кукла мне не очень нравится. Мне вообще не очень нравится сама коллекция New Fantasy. Хотя для полки наверное это интересно. Меня смущает немножко эта ее прическа из белых волос. Макияж у куклы довольно сдержанный в отличие от всего ее образа. Но макияж в коричнево-нюдовых тонах. Кукла в фиолетовом платье длинным со шлейфом и разрядом до бедра. И также на ней фиолетовая накидка отороченная фиолетовым мехом. Также на накидке есть очень красивая вышивка. У куклы довольно много аксессуаров. Это золотые сапоги, большое количество золотых браслетов, золотые сережки с камнями и колье тоже с камнями довольно объемная колье и в ручках у нее зеленый клач. И еще одна кукла Адель Македа вышла в 21-м году на конвенцию. Она на скольпте 2.0 скинтон санкисет и называется эта кукла Саваринд. Дизайнером стал Джейсон Ду. Тираж ее 1300 штук на мир и стоимость 180 долларов. Тип тела и эффект 6.0. И эта кукла в стиле Жозефины с высокой прической волосы светлые с мелкими кудряшками Бежевое бархатистое платье без рукавов на руках черные длинные перчатки В ручках у нее очень милая бежевая сумочка с черной кисточкой на ножках бежевые туфли и из украшений у нее два золотых барраслета с черными камнями заколка для волос и небольшие сережки И на этом я заканчиваю обзор всех кукол Integrity Toys Fashion Royalty Адель Македо и надеюсь вам было интересно и это видео рассказало вам чуть больше об истории бренда об истории этой линейки и о куклах и в следующем видео мы с вами поговорим про Веронику Перин